Девушки отдыхают Так как, я здесь процитирую, Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить эти спутники с Земли, или из космоса, или через киберпространство. Министерство обороны США больше не будет финансировать возведение стены на границе с Мексикой за счет средств, которые изначально выделялись на оборону. Раскрыта очередная фальшивка либерально-демократической прессы. Газета Washington Post скорректировала свою статью за четверг, в которой утверждалось, что ФБР предупреждала в 2019 году Рудольфа Джулиани о якобы проводимой в отношении его российской операции. Предупреждала это неправда. Департамент полиции Нью-Йорка отказался от использования робота-пса Spot компании Boston Dynamics. NASA приостановила действие контракта с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля после протестов со стороны конкурентов. Четыре астронавта вернулись на Землю с Международной космической станции. Министерство обороны США больше не будет финансировать, но вот мы как раз говорили по поводу этой стены, и Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила о внесении существенных изменений процесса отбора номинантов на премию Грэмми и сам процесс вручения наград. Звезда телесериала «Игры тронов» английская актриса Эсми Бьянко подала иск певцу Мэрилину Мэнсону, обвинив его в изнасиловании. В Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет умер бизнесмена-филантроп Элли Брод, поддерживавший образовательные, научные, медицинские и культурные проекты. Эти тему мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Соединенные Штаты объявили о создании России нового оружия, способного уничтожить спутники. Как заявил командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд, космос уже стал сферой боевых действий, такой же как воздух, земля и море, так как, цитирую, Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить эти спутники с Земли, из космоса или через киберпространство. Конец цитаты. Но, как добавил генерал, одна из главных задач космических сил США – не участие в космических конфликтах, а не допущение их возникновения в космосе, пишет Вашингтон-Пост. Цитирую, мы хотим сохранить эту область безопасной для всех, наша цель заключается в том, чтобы этого не допустить, поэтому, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников, сказал Реймонд. Генерал также пожаловался на растущее количество мусора в космосе в последние годы. По его словам, Соединенные Штаты отслеживают около 30 тысяч объектов в космосе, большая часть из которых – это мусор. Всего, по оценке российских ученых, в околоземном пространстве летает около 23 тысяч крупных объектов, почти 780 тысяч средних и около 150 миллионов мелких. Толкновение космического аппарата с крупным или средним фрагментом почти гарантированно приведет к его разрушению. По словам командующего космическими силами Соединенных Штатов, причина такого огромного количества мусора вокруг Земли проста. Стоимость запуска спутников снизилась, их теперь могут запускать даже студенты. Цитирую, наш приоритет – создание службы, которая защитит граждан и интересы национальной безопасности страны, неважно, когда мы с ними столкнемся, в ближайшем будущем или через 100 лет. И нам необходимо иметь возможность реагировать на любую угрозу, заявил генерал Раймонд, отметив, что США стремятся разработать с другими странами, имеющими доступ в космос, единые нормы поведения в околоземном пространстве ради сохранения безопасности мира. Военные Соединенных Штатов еще несколько лет назад предупреждали руководство страны, что американские спутники, в частности, система глобального позиционирования GPS, используемая не только для навигации в автомобилях, но и для наведения высокоточного оружия, уязвимы для лазерного оружия России и ее новейших ракет. В 2018 году глава военно-воздушных сил США Хизер Уилсон объявил, что Россия способна воздействовать на спутники США с помощью глушения сигналов, кибератак, лазеров, а также спутниками, перехватчиками и баллистическими ракетами. Весной 2020 года в докладе разведывательного управления Объединенного штаба Соединенных Штатов утверждалось, что к концу 2020 года Россия поставит на вооружение противоспутниковые ракеты и другие виды оружия, способные уничтожать спутники Соединенных Штатов на низкой околоземной орбите. В декабре 2020 года Космическое командование Соединенных Штатов подтвердило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата «ДААСАД» и разрабатывает два типа противоспутникового оружия, способного уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Надо отметить, что на сегодняшний день противоспутниковым оружием на основе баллистических ракет обладают Россия, Соединенные Штаты, Китай и Индия. Министерство обороны США больше не будет финансировать возведение стены на границе с Мексикой за счет средств, которые изначально выделялись на оборону. Ранее бывший президент Дональд Трамп использовал фонды Пентагона, чтобы строить стену без поддержки Конгресса. О решении военного ведомства говорится на сайте Пентагона. Цитирую, Министерство обороны начало предпринимать все необходимые действия для отмены проектов пограничных заграждений и согласовывать действия с межведомствами-партнерами, указал заместитель официального представителя Пентагона Джамал Браун. Будут свернуты все работы, на которые шли деньги, первоначально предназначенные для других военных миссий и функций, как сказано. В частности, выделенные на создание школ для детей военнослужащих и военное строительство в странах-партнерах США. Теперь вместо финансирования пограничной стены средства пойдут на другие отложенные проекты военного строительства. Министерства работают над тем, чтобы установить их приоритетность. Часть неизрасходованной суммы в 1,4 млрд долларов, выделенная ранее на строительство стены, будет использована на устранение экологического ущерба от ее возведения. Но это решение, принятое с подачи и при поддержке администрации Байдена Харрис, вступает в силу в то время, когда на южной границе США происходит катастрофа. В марте месяце границу пересекли более 170 тысяч нелегалов, более 20 тысяч подростков, содержатся в антисанитарных условиях, так называемых клетках. И до сих пор ни президент, ни вице-президент не посетили границу и, похоже, их вообще не интересует, что там происходит. Ну, в таких случаях говорят no comment. У меня комментарии по этому просто безответственному безобразию исчерпаны. Можно только добавить. Слава тем, кто принял решение прекратить руководство стены. Слава в кавычках. Видимо, им мало проблем у нас в стране, так что можно добавить еще несколько. Ослабить нашу южную границу. Газета Washington Post скорректировала свою статью за четверг, которая утверждала, что Федеральное бюро расследований США предупреждало в 2019 году бывшего адвоката 45-го президента Трампа Рудольфа Джулиани, о якобы проводимой в отношении него российской операции. Что значит скорректировала, это значит, что статья в четверг была опубликована ложная. То, что называется как раз фальшивая пресса. Это Washington Post. Приписываемой России действия были направлены, по мнению издания, на вмешательство в президентские выборы США 2020 года. И в новой версии статьи, опубликованной в субботу, говорится о том, что правоохранители лишь планировали уведомить об этом бывшего адвоката Трампа. Не уведомили, а планировали уведомить. Чувствуете? Разница большая. Цитирую, в ранней версии статьи за четверг неверно сообщалось, что американская сеть One American News Network была предупреждена ФБР о том, что стала целью российской операции влияния. В этой версии также говорилось, что такое же предупреждение было сделано Рудольфу Джулиани, что он оспаривает. В нынешней версии удалены утверждения о сделанных предупреждениях. Простенько отмечается в этом тексте. Дальше. Представители властей планировали уведомить Джулиани в рамках усилий ФБР по предупреждению членов Конгресса о том, что они, по крайней мере, одно консервативное СМИ. One America подвергаются риску быть использованными в попытках России повлиять на исход выборов. Отмечается в новой версии. В декабре 2019 Джулиани, напомню, отправился в Киев, где встретился с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, которого США затем внесли в санкционный список за вмешательство в выборы. В Минфине США утверждали, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. На Украине Джулиани сопровождала команда One America News Network, занимавшаяся съемками документального многосерийного фильма, в том числе о деятельности сына нынешнего президента Джо Байдена, Хантера. Лента была призвана подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрощить его шансы на переизбрание главой государства на выборах. Москва неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов и в 2016 и в 2020 годах. Доказательств, которые бы подтвердили точность таких замечаний, американские власти ни разу не предоставили. Ну а Джулиани в пятницу опроверг тот факт, что с ним разговаривали сотрудники ФБР о российской кампании по дезинформации. Представители One America News Network также заявили, что никогда не контактировали со спецслужбами касательно Украины или связанных с Украиной людей. При этом близкий сторонник Трампа в Сенате Конгресса Рон Джонсон, республиканец штата Висконсин, подтвердил, что в августе 2020 года ФБР его предупреждало. Однако, по мнению сенатора, конкретных свидетельств предоставлено не было. Иными словами, статья Washington Post была очередной либеральной фальшивкой, поддерживающей стремление демократов избавиться и от Джулиани, и от Трампа навсегда, продолжая их дискредитировать сегодня. Напомню, в среду сотрудники ФБР провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке. По данным газеты New York Times, он был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине. И в рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители. В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани, Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Корея. Якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных компаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских компаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Ну и Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампа во время телефонного разговора давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь тогдашнему главе Вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высосанный из пальца скандал, который стал, как вы помните, поводом для объявления второго импичмента, который не прошел Трампу. Высказывались предположения, что Трамп при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента, демократа Джо Байдена, в обмен за оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая демократическая партия, объявила на основании таких оподозрений о запуске процедуре импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан. Департамент полиции Нью-Йорка отказался от использования робота-пса Spot компании Boston Dynamics, тестирование которого началось в августе прошлого года и должно было завершиться в августе 2021 года. Причины этого решения в полиции назвали общественное мнение. Как напоминает Нью-Йорк Таймс, Spot предназначен для обследования различных мест, где человеку может угрожать опасность. Среди прочего, робота, который вышел на рынок в прошлом году, используют для инспекции на предприятиях и стройплощадках. Правоохранительные органы также заинтересовались роботом, поскольку его применение в теории может спасти жизни полицейских. Стоимость аренды робота, согласно контракту, составила 94 тысячи долларов. За время тестирования робот, которого в полиции назвали DigiDog, использовался в полицейских операциях всего несколько раз. В частности, один раз он передал еду заложникам. В феврале полиция использовала робота DigiDog в другой операции с заложниками. Тогда для разведки его запустили в квартиру, где удерживали заложников, но преступники успели сбежать. В апреле DigiDog заметили при аресте мужчины. Полиции тогда рассказали, что робопес находился в режиме ожидания и не использовался во время вызова. В обществе появление робота рядом с полицейскими вызвало неоднозначную реакцию. Многие сочли, что Spot делает образ полиции более агрессивным и может быть использован для слежки. С другой стороны, робота трудно упрекнуть в решении, в том, что он какие-то неправомерные действия, видимо, делает. Поэтому для организаций, которые борются за права человека, такой робот крайне неудобен. Решение полицейского департамента отказаться от робота поддержал пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Билл Нейтхарт. Он назвал робота пугающим и инопланетным, а также отметил, что его использование можно расценить как неправильный сигнал обществу. Трудно понять, о чем он говорит. Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер подтвердил расторжение контракта с Boston Dynamics, но не исключил, что в будущем полиция вернется к использованию Spot, если окажется, что робот был более эффективен по сравнению с другими роботами из арсенала полиции. Вице-президент Boston Dynamics Пилд Майк Перри ранее сообщил, что компания передала клиентам около 500 роботов Spot, а в полицию попали только 4 из них. Комментируя решение департамента полиции Нью-Йорка, представитель компании подчеркнул, что роботы Boston Dynamics не должны использоваться в качестве оружия, причинять вред или служить для запугивания людей и животных. Напомню, в начале апреля стало известно, что робот Spot принял участие в специальных учениях французских военнослужащих. В ходе двухдневных учений военнослужащие оценили перспективы применения роботов на поле боя в будущих военных конфликтах. Ну, если робот, в общем-то, участвует в полицейских операциях и арестовывает кого-то, кто, ну, или не того цвета кожи, или каких-то странных убеждений, взглядов и так далее, то этого робота потом тяжело упрекнуть в расизме, в каких-то гендерных проблемах и так далее. Робот есть робот. Ну, видимо, в Нью-Йорке посчитали, что не нужен он нам, нашим полицейским, особенно. Полиция нужна для того, чтобы ее к ногтю, да, постоянно ее упрекать и сокращать на нее расходы. Вот чем занимается администрация Нью-Йорка, как города, так и штата. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу. Продолжение следует...